Господа, здравствуйте! Сегодня уже седьмая серия моего проекта о том, как я создаю шлем дополненной реальности наподобие Apple Vision Pro. Прошлая серия вышла более месяца назад, значит давайте смотреть новости. Итак, начну с самой интересной для меня новости. Я смог попользоваться Apple Vision Pro, ну и еще Pico 4, Oculus Mquest 3 и XReal Air 2. Кто не знает, все это шлема виртуальной реальности с поддержкой дополненной реальности. Кроме XReal Air, это очки дополненной реальности. И да, это разные понятия. XReal, то есть очки дополненной реальности, выполнены в виде обычных очков для зрения. А вот шлема, то есть все остальное, это огроменные гарнитуры, полностью закрывающие обзор и транслирующие картинку с камер через дисплей с линзами. Так, 12 июня в Москве я получил все четыре гарнитуры, да путешествие было полностью спланировано заранее. Но начнем сначала. Екатеринбург, 4 июня 2024 года, 4 часа утра. Аэропорт Кольцово, регистрация. Уже в 7 утра я на самолете вылетаю в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург Наш Боинг садится в Пулково в 8 утра по местному времени и начинается моя дикая прогулка по Питеру. Город этот, кстати, очень понравился. Очень красиво и грандиозно посетил и Ленобласть, и Карелию, так что регионом северной столицы за практически неделю путешествия я насладился сполна. Впрочем, тут углубляться не буду. Подробнее можете почитать у меня на странице в ВК. Там я публиковал все в прямом эфире. И вот в ночь с 10 на 11 июня скоростной поезд привозит меня на Ленинградский вокзал Москвы. 12 июня добираюсь до места тестирования шлемов. Заранее бодал список гарнитур, которые буду трогать, так что для меня все подготовили. Первым взял китайский Pico 4. По ощущению, очень не стыдный шлем с приятным VR-режимом. Своих 30 тысяч стоит. Камера, конечно, говно. Во-первых, она одна, что не дает полноценного стереозрения, хотя и не заставляет вписываться в стены, кстати. Ходил я нормально. А во-вторых, она не очень качественная. Точно хуже двух моих и достаточно блеклая. А я использую камеру от PlayStation 5, напомню. Трекинг рук в пике неплохой, но не всегда видит руки. Дальше юзанул QS3. На удивление, шлем очень приятный. Камеры очень четкие и стереозрение работает офигенно. Трекинг рук очень порадовал. Он точный и приятный. Видно, что шлем разрабатывался с учетом использования в дополненной реальности. Очень классно ощущается. Тяжелым не показался. Угол обзора круче всех. За свои 60-70 тысяч шикарная гарнитура. Ну и гвоздь в группе компании Apple, ой, извините, точнее гвоздь программы Vision Pro. Стоимостью в полмиллиона рублей, я напомню. К сожалению, не оправдал ожиданий ни на один пиксель. Изначально я хотел взять его первым, но подумал, что сильно испорчу мнение о квесте и пике. Я ошибался. Трекинг не сильно лучше шлема от Oculus. Торчащий аккумулятор, а также угол обзора меньше, чем у квеста. Тим, твою мать, кук, иди сюда. Ублюдок, чтобы вот эту хуку починил, потому что это просто... Короче, Vision Pro меня вообще не порадовал. И я молчу про стоимость в третью Hyundai, но ведь на него даже игр, блин, нет. Короче, печаль. Да, трекинг глаз прикольный, дисплеи супер-дупер крутые, но куда они дели остальные 400 тысяч рублей, я так и не понял. Вы просил и X-Real Air 2, но это концептуально другое устройство. Впрочем, если помнить, что изначально дополненная реальность появилась как интересная опция в VR-шлемах, то вполне вероятно, что будущее именно за такими очками, как X-Real. Поживем, увидим, что называется. Но, так как сейчас я в Екатеринбурге тут с вами, значит, стоит рассказать про мой шлем. В целом, крупных внешних изменений не последовало. Например, трекинг рук так и проводится на MediaPipe. Однако, после поездки я решил, что однозначно нужно добавить несколько функций в код. Во-первых, Braille Distortion. Так называемое бучкообразное искажение – это специальное изменение изображения на дисплеях в VR и AR гарнитурах, предназначенное для компенсации искажений на линзах шлема. Простыми словами, плоское изображение в шлеме выглядит плохо и вызывает тошноту, а искаженное методом Barrel Distortion выглядит нормально и не вызывает неприятных ощущений. Внешне это выглядит так, как будто плоское изображение закруглили по углам или натянули на сферу. Приятным бонусом этого является повышение угла обзора, хоть и снижается четкость по краям. И еще с начала мая я пытался реализовать это искажение, и у меня никак не получалось. Недавно мне удалось добиться вменяемой частоты кадров с помощью встроенной функции библиотеки OpenCV Undistort. Функция, кстати, призвана наоборот убрать это искажение. Так как функция библиотеки OpenCV, а ядро у меня на тот момент работало на Pillow, другой библиотеки для графики и видео, пришлось вновь все переписать на OpenCV. К слову, ядро я уже несколько раз переписывал. Основная проблема — оптимизация кода. Больше всего сжирает вырезание руки и сам трекинг. Короче, за день я избавился и от вырезания руки, и от самого трекинга. В дополненной реальности ведь самое важное — интерфейс, да? Ладно, я шучу. На самом деле, я действительно убрал вырезание и наложение рук на интерфейс. В моем видении, это очень требовательный процесс, который неоправданно требует использования библиотеки Pillow, которая снижает FPS очень сильно и не позволяет сделать Barrel Distortion. А трекинг никуда не делся, но о нем чуть попозже. Такой решительный шаг стабилизировал чистоту кадров в обоих глазах до 25 FPS. Кстати, если отключить Barrel Distortion и включить другой режим работы, FPS в обоих глазах повысится до 40 и выше. Вот такая вот хитрость. К слову о трекинге рук. Он переехал в отдельный поток, что и обеспечило стабилизацию частоты кадров и ее повышение. Также опытным путем гуглинга я выяснил, что библиотека параллельных вычислений трейдинг, на которой у меня сейчас работает код, не обходит блокировщик интерпретатора Python Jill, поэтому не обеспечивает полноценной многопоточной работы. Она нужна, чтобы интерфейс, данные с камер и вывод на дисплей обрабатывались параллельно, а не по очереди, тем самым повышая FPS раз в 5. На заре проекта использовалась библиотека мультипроцессинг. Так вот она блокировщик обходит, но из-за разделенных интерпретаторов языка не дает нормально обмениваться данными, то есть актуальными изображениями с видеокамер. И если описать очень просто, сейчас есть 4 процесса, на каждый из которых выделено определенное время работы, из общей суммы в 4000 условных единиц. Естественно, процессы нестабильны и время требуется разное. Это абсолютно нормально и связано с изменениями в значениях, вплоть до освещения в комнате перед камерами. Так вот, условно один процесс завершился за 600 единиц времени из 1000 выделенных на него, значит другой процесс сможет занять эти 400 своими операциями, а третий с четвертым выполнились в сумме за 1200 единиц. Так, в сумме, код сработал за 2200 единиц времени вместо 4000 выделенных. Это и вызывает повышение частоты кадров. Если же мы будем использовать мультипроцессинг, все процессы будут параллельны и не станут заниматься воровством единиц времени друг у друга. Как только мне и команде удастся портировать код на мультипроцессинг, это будет прорыв, который сильно повысит скорость работы. И я обязательно сообщу вам об этом, но пока довольствуемся тем, что есть. Также очень интересное обновление, но оно пока что закомментировано. Основной посыл заключается в том, что интерфейс стал сферическим, то есть не висит перед лицом как раньше, а движется по панораме вокруг человека. Это было достигнуто странным, но сложным способом, который я описывать не буду. Тем не менее, функция в пре-альфа-тестировании, и пока работает только с панорамой по горизонтали, хоть и имеет все функции для работы с вертикалью также. Получение данных осуществляется через TCP сокет с телефона, на котором работает специальное приложение. Слово говоря, датчик на телефоне не очень точный и плохо стабилизирует картинку. Я решу это позднее, так как об этой функции пока нигде даже не заявлено. Это я так по секрету рассказал, так что никому не говорите. Да, как и многие другие опции, этот режим можно выключать. В целом, для управления системой очков изнутри уже давно нужна была какая-то панель настроек, и вот она пришла. В целом, по интерфейсу много апдейтов. Во-первых, появились интуитивно понятные иконки на кнопках в меню быстрого доступа. Среди них кнопка открытия панели приложений, кнопка открытия настроек и кнопка выключения программы. Осталась еще одна кнопка, ее функциональность еще не придумал. Снизу под иконками есть надписи, сообщающие о том, что эта кнопка делает. К слову, при ношении шлема с дисплеем нормального разрешения все видно. У меня используется Samsung S8, его дисплей 2960x1440 обеспечивает четкость. К слову, системное разрешение такое же, но благодаря масштабированию в браузерах использовать можно любой телефон. Настройки же внутри выглядят весьма интересно. Сам интерфейс похож на Apple'овский на iPad'ах и Vision OS. Полоска снизу отдает стилем Apple'овского шлема, но при этом все достаточно удобно. Панелька содержит 5 подразделов камеры, приложения, цветокоррекция, трекинг-круг и отладочное меню. В разделе камеры настраивается межзрачковое расстояние, да оно регулируется, расстояние до интерфейса, а также прозрачность интерфейса и видеопотока с камер. В разделе дебаг расположены отладочные и бета-функции. Например, тут можно включить визуализацию трекинга руки, выключить Perl Distortion и включить другой режим наложения изображений, более быстрый. Еще можно включить визуализацию FPS, отредактировать значения, например. Остальные разделы я еще дописываю. В цветокоррекции, например, можно выбрать другую цветовую палитру, включить черно-белый режим и прочие интересные, но не особо полезные штуки. Ну и в разделе трекинг-круг можно выставить параметры наподобие продолжительности удержания пальца на кнопке. Можно выбрать и другой палец для управления интерфейсом, по умолчанию стоит указательный. Также можно активировать вырезание и наложение руки, а также выбрать вид этой функции, как в Apple Vision Pro или же как в Quest 3. Слово говоря, все параметры, выбранные вами, сохраняются в специальном файле config.ini. В этот файл переехали все самые важные настройки – тип камеры, разрешение, OpenCV, ID камеры. Кроме этого, в config.ini хранятся и данные, которые хранит сама программа, межстрочковое расстояние, управляющий палец и так далее. При наличии большого количества программного обеспечения, с которым может управиться даже не программист, потребовались и логи. LogFile – это отчет о работе системы. Каждый значимый момент отмечается в этом файле с указанием времени. Такой отчет помогает при поиске ошибок и отладке программного обеспечения, указывает на конкретные места и события, иногда сохраняет значения, которые были в конкретный момент, что позволяет обойтись без воспроизведения ошибки, а устранить ее сразу. Технически это обычный текстовый файл, собственно, как и конфигурационный config.ini. Тут стоит заметить одну очень важную вещь. В противопоставлении американскому шлему Vision Pro, у которого вся система работает на английском, софт моего шлема работает полностью на русском языке, за исключением языка программирования и конфигурационного файла. Ведь им альтернативы на русском нет. Весь интерфейс и логи я делаю или стараюсь делать только на русском. Вот такая особенность моего программного обеспечения. А почему бы и нет? Ну и в целом по обновлениям это все. Сейчас проект продолжает быть дешевым способом создать AR-шлем, пусть и не без лагов. К следующей серии задачи банальны. Повышение скорости, добавление приложений, в частности просмотру видео и панорам, а также так называемого spatial контента, то есть пространственного стереофото и видео, как в Apple Vision Pro. А также есть мысль о переписывании на сокет, дабы снизить и так небольшие задержки при выводе изображения во фласк. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых роликов и пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Всем пока!